Библейский портал экзегет.ру представляет Друзья, сегодня мы продолжаем наши беседы по Евангелии от Иоанна. И сегодня мы будем читать 10 главу. В 10 главе есть две основных темы. Первая тема – «Я есть пастырь добрый». И следующая тема – «Я и Отец одно». Итак, эта глава начинается словами «Истина, истина, говорю вам, Кто не дверью входит в двор овчий, Но перелазит Индия тот вор и разбойник, А входящей дверью есть пастырь овца». Если мы посмотрим святоотеческие истолкования на эти слова, Климент Александрийский в «Страматах» пишет, «Те, кто держатся нечестивых учений И склоняют к ним других, Обращают Божественное Слово не во благо, но во зло. Они закрывают себе вход в Царство Небесное, И тем, кого обманывают, не дают постичь истину. Не имея ключа от входа, Они используют поддельный ключ Или, как говорят, отмычку, С которой проникают не в наружную дверь, Куда мы попадаем при помощи Божественного предания, Но взломав боковую калитку, Украдкой пробираются за церковные стены, Всячески искажая истину И выступая в качестве наставников, Посвященных в мистерии И воспитывающих души нечестивцев». Климент Александрийский настаивает на том, Что входить дверью «Верью» означает в нашем случае придерживаться традиций. Традиция – это жизнь по Писанию, прежде всего. Это не просто сумма неких комментариев, А прежде всего образ жизни, которого придерживается человек. Само Писание призывает нас ходить в обновленной жизни. Поэтому понять Писание, Возможно, применяя его по отношению к собственной жизни. То есть употребляя усилия, жить в соответствии с этим словом. Опытный путь постижения – Это единственный правильный путь постижения. И в ветхозаветной еврейской традиции Слово «даат» означает «опытное познание». Опытное познание. А хохма – это просто сумма знаний. Мудрость – как сумма неких представлений, Которые имеет человек, но он ими не живет. И всегда считалось, что самые несчастные люди – Это люди, которые не живут По тем идеалам, которые они исповедуют. Вот такая раздвоенность, она очень опасна, Когда, с одной стороны, человек признает, Что нету более возвышенной истины, И сам он ей никак не соответствует. Истинно, истинно говорю вам, Кто не дверью входит во двор общий, Но перелазит Индия, Тот вор и разбойник. А входящей дверью есть пастырь овца. Ему предверник отворяет. Иоанн Златоуст считает, Что предверник – это боговидец Моисей. В своих гамильях на Евангелии от Иоанна Златоуст пишет, «Если же хочешь разбираться в притче И каждое слово понять, То ничто не препятствует разуметь здесь Под привратником Моисея, Потому что ему верены были слова Божии». Моисей – законодатель. И он оставил Писание. Собственно говоря, Бог избрал один народ, Еврейский народ, С той целью, Чтобы Писания были написаны на одном языке. Потому что, если бы Писание писались бы На разных языках, Разными племенами и народами, То собрать их в единый свод И дать адекватный перевод Было бы очень сложно. Поэтому то, что Златоуст пишет О Моисее, Апостол Павел Применяет Ко всему еврейскому народу. Златоуст пишет, Потому что ему Верены были Слова Божия Моисею. Апостол Павел Пишет, Какое преимущество быть иудеем Или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях, А наипаче в том, Что им верено Слово Божие. Это Послание к римлянам Апостола Павла. Таким образом, Вор и разбойник, Который пытается проникнуть В духовный мир Инноди Это Еретик и раскольник В понимании отцов. Привратник, Который отворяет дверь, Это Моисей, С Писания которого Начинается Библия. А дверь Ну, это как бы вот Книга, Которая открывается Когда мы Не как свиток перекручиваем, А когда мы Обложку сначала открываем, Потом Листаем страницы, И Библия начинается С Моисея. Кстати, Если кто-то Спросит вас, А что Миру дали Христиане, Скажите, Христиане Придумали Книгу. Вот Книгу В смысле Не свиток, А текст, Который Листается. Это же Очень удобно. По крайней мере, Единственная Самая древняя Книга, Которая Известна, Которая Сохраняется, Это Синайский Кодекс. И это Не свиток, Это именно Книга. И Так как Писания Начинаются С Моисея, Он Предверник. И как мы Часто с вами Устанавливаем, Отличие Ветхого Завета От Нового Заключается В том, Что Ветхий Завет Рассказывает О том, Что Бог Хочет От Нас. А Новый Завет Рассказывает О том, Что Бог Сделал Для Нас. Ну, Понятно, Что это Несоизмеримые Вещи. Входящий Дверью Это Входящий Законным Путем. Ему Предверник Отворяет И овцы Слушают Голосы Его И он Зовет Своих Овец По имени И Выводит Их. Вот Такая Характеристика Пастырю. Христос, Будучи Не только Человеком, Но и Богом, Он Реально Зовет Своих Овец По имени. Он Знает Имя Каждого Из нас. Во-первых, Звезд На небе Значительно Больше, Чем Людей. За Всю Историю Существования Рода Человеческого. Однако В Писании Сказано, Что Бог Каждый Звезде Дает Имя. То есть Подчиняет Своей Власти. Дать Имя Тогда Значало Признать И Подчинить Своей Власти. Он Знает Имена Всех Людей. Мы С этим Сталкиваемся В Писании. Когда Являясь Тому Или Иному Человеку, Бог Называет Его По Имени. Моисей Моисей Авраам Авраам Особенно Умилителен Сюжет Где Закхей Закхей Залез На Дерево Ибо Искал Видеть Иисуса Ибо Хотел Знать Кто Он И Он Сидел На Дереве А там Толпа Окружала Иисуса Со Всех Сторон И Когда Христос Проходил Под Этим Деревом Христос Посмотрел На Закхея И Сказал Закхей Сойди Со Смоковницы С дерева Сегодня Мне Надо Быть У Тебя В Доме Если Пастырь Большой Общины Например Центрального Городского Храма Он Даже Чисто Физически Не Может Знать По имени Всех Кто Приходит В Воскресный День То Христос Такой Пастырь Который Всех Знает По имени Он Знает Наши Проблемы Наши Переживания И Он Зовет Своих Овец По имени Зовет Призывает Называя Имя Есть Есть Такая Работа Отца Павла Флоренского Она Называется Философия Имени Имя Это Очень Важная Составляющая В жизни Человека И В Библии Расширение Имени Умоление Имени Имя Пропадает Какого-то Персонажа Все это Что-то Означает Например Если Имя Повторяется То это Особое Божье Одобрение Если Имя Расширяется Как В случае Сарой И Авраам Это Свидетельствует О Расширении Их Духовных Качеств И Когда Выведет Своих Овец Которых Он Зовет По имени Идет Перед Ними Пастырь Идет Перед Ними А Овцы За ним Идут Потому Что Знают Голос Его Идти За пастырем Легко И Наш Господь Вкусил Смерть Причем Мучительную Смерть На кресте Этим Самым Он Прошел Тот Путь Который Ветхом Завете Иисусом Навином И Давидом Называется Путь Всей Земли Когда Умирал Иисус Навин Потом Давид Они Говорили Отхожу В путь Всей Земли Христос Даже Сошел В ад Христос Воскрес Христос Вознесся На небо И все Он Это Делал Нас Ради Человека Нашего Ради Спасения И все Это Он Делал Как Человек Ибо Божество Неподвижно Божество Не перемещается В пространстве Он И становится Человеком И Как Пишет Блаженный Феофилак Проходит Через Разные Возрасты У него У него Было Младенчество Детство Юность Зрелые Годы Чтобы Осветить Каждый Возраст Павел Говорит О Христе Что Он Был Искушен Во всем Кроме Греха И Если В твоей Жизни Есть Такое Искушение Тайну Которого Ты боишься Поверить Даже Духовному Отцу Такой Ложный Стыд Христос Был Искушен И в этом Он Был Искушен Во всем В тот Момент Когда Он Взял На себя Грехи Мира Овцы Чувствуют Значение Личности Христа За чужим Же Не идут Но бегут От него Потому Что Не знают Чужого Голоса А разве Мы знаем Голос Христа Голос Христа Это Голос Любви Если Совершается Подмена И мы Сталкиваемся С агрессивным Христианством То Скорее Всего Это Не голос Христа Это Точно Не голос Христа Но Когда Общение С другими Верующими Приносит Умиротворение В Наше Сердце Это Означает Что Христос Посреди Нас Как Минимум Как Сказано Где двое Или трое Соберутся Во имя Мое Там Я Посреди Во имя Христа Это значит Во имя Любви Сотни Людей В средневековой Европе Собирались Во имя Христа Чтобы совершать Крестовые Походы Нечто Подобное Было На Руси Но Это Человеческая Истерика Христос Он 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 Не хочет Есть Некое Доброе Начало Доброе Чувство Доброе Влечение Которое Дьявол Трансформирует Во что-то Ужасное И злое Преступное За чужим За чужим же Не идут Но бегут От него Потому что Знают Потому что Не знают Чужого Голоса Они Не чувствуют Любви Сию Притчу Сказал им Иисус Но они Не поняли Что такое Он говорил Им И так Опять Иисус Сказал им Истинно Истинно Говорю вам Что я Дверь Овцам Он Дверь Овцам Моисей Предверник Как это Сочетать Христос Есть Божественное Слово Когда мы Говорим Слово Божие Мы можем Иметь Ввиду Священное Писание А Можем Иметь Ввиду Божественный Логос То есть Самого Христа Поэтому То что Христос Есть Дверь И Писание Тоже Для нас Это Дверь Вот Ибо Ибо в чтении Божественных Писаний Нам требуется Большое Внимание Чтобы Не сказать Нам Что-либо Не обдумано Или Не помыслить Так об этом И И Внимая Чтению Божественных Писаний Со Всем Богоугодным Благоговением Стучись В запертые Его двери И Отворит Их Тебе Предверник О Котором Сказал Иисус Ему Предверник Отворяет И Внимая Божественному Чтению Право И Непоколебимо С верою В Бога Взыскуй Смысла Божественных Писаний Скрытого От Большинства И Не Уставай Стучаться И Искать Ибо В разумении Божественного Слова В разумении Божественного Вещию Необходимейшей Является Молитва Побуждая Который Спаситель Не только Сказал Стучитесь И Отворят Вам И Ищите И Обрящите Но Также Просите И Будет Дано Вам Но вернемся К Предвернику Моисей Это закон Божий Дверь Открывает Предверник То есть Мы Открываем Смысл Писания Сама Дверь Это Христос Когда Мы Начинаем Исполнять Божий Закон Вот С чего Мы Начали Дат Моисей Моисей Предверник Не потому Что он Моисей А потому Что он Написал Закон Божий Следуя Писаниям Живя По ним Мы Постигаем Подлинный Смысл Писания И Напротив Если Мы Только Чисто Теоретически Пытаемся Осмыслить Это Слово С точки Зрения Филологии Историй Как Угодно Это Это Не Дат Это Не Опытное Постижение Это Что-то Совсем Другое И Христос Предупреждает Все Сколько Их Не Приходило Передо Мною Суть Воры И Разбойники Но Овцы Не Послушали Их Кстати А чем Воры Отличаются От Разбойников Воры Крадут Тайна Они Не столь Явно Действуют Как Разбойники А Разбойники Они Нападают Открыто Вор Делает Подкоп Разбойник Угрожает Мечом Оружием Поэтому Под ворами Мы можем Понимать Раскольников Которые Находясь Среди Нас Не Наши Потому Что Раскол Возникает Всегда Внутри Самой Христианской Общины На первом Открытся И войдет И войдет И выйдет И пажет Найдет Вор 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 Приходит Для того Чтобы Украсть Убить И погубить Я пришел Для того Чтобы имели Жизнь И имели С избытком Кстати В церкви Раскол Всегда Воспринимался Хуже Ереси И Отцы Церкви Говорили Что Раскол Не смывается Даже Мученической Кровью Если Человек Погибает За Христа В расколе То Он остается Все равно Как раскольник Потому что Раскол Нарушает Заповедь Любви Внутреннее Церковное Единство Единство В любви Хотя Раскольник Имеет Всю веру Он имеет Все познание Помните Как сказано В 13 Главе 1 Послание Коринфянам Имеешь Всю веру Имеешь Все познание Раскольники Учат Правильно Правильно Совершают Обряды Имеешь Всю веру Имеешь Все познание А любви Не имеешь Нет Тебе В том Никакой Пользы Раскол Это Путь В никуда Итак Если Ложное Понимание Писания Которое Нам Предлагают Еретики И Раскольники Чаще Еретики А Раскольники Могут Манипулировать Писанием Это Ведет К Погибели То Христос Это жизнь Жизнь Это жизнь во Христе Которая Начинается Не за гробом Она начинается В этой земной жизни Когда мы переживаем Встречу со Христом И Жизнь с избытком Мы не понимаем Мы не понимаем Что такое Вечность Вечность По-настоящему Но Каждый из нас Носит В своем сердце Ощущение Вечности Потому что Никто не верит В свою смерть Человек знает Что он Смертен Человек Даже Переживает Критические Ситуации Кто-то Переживал Умирание Но Человек До последнего Момента Цепляется За жизнь Это Как бы Вложено В человека Как О сотворении Человека Сказано И создал Господь Бог Человека Из праха Земного Вдунул В лице Его Дыхание Жизни И стал Человек Душою Живую Вот Причастность К этому Дыханию Жизни Изгоняет Страх Смерти Из нашего Сердца Мы верим В жизнь А Христос Принес Жизнь И жизнь С избытком Я пришел Для того Чтобы Имели Жизнь И имели С избытком Если Христос Говорит Чтобы Имели Жизнь И имелись С избытком Имеется Ввиду Что Человек Должен Начать Жить Этой Жизнью Здесь И Сейчас Чтобы И в Вечности Эта жизнь Не прекратилась И как я вам часто Объясняю Та часть жизни Которую мы проводим За изучением Писания Чтение молитв Участие в богослужении Эта часть жизни Она уже не принадлежит Жизни Временной Она уже принадлежит Жизни вечной И мы не должны Думать А как там За гробом Ад И рай Начинается Тоже в этой жизни В зависимости от того Как мы себя ведем Я есть пастырь добрый Пастырь добрый Полагает Жизнь свою За овец А наемник Не пастырь Которому Овцы Не свои Видит Приходящего Волка И оставляет Овец И бежит И волк Расхищает Овец И разгоняет Их А наемник Бежит Потому что наемник И не родит Об овцах Я есть Пастырь добрый И знаю Моих И мои Знают Меня Как отец Знает Меня Так и я Знаю отца И жизнь Мою Полагаю За овец Есть Есть у меня И другие Овцы Которые Несего Двора И тех Мне Надлежит Привезти И они Услышат Голос Мой И будет Одно Стадо И Один Пастырь Что могут Означать Эти Таинственные Слова Есть у меня И другие Овцы Которые Несего Двора Мы Посмотрим Комментарии Блаженного Августина Это Его 138 Проповедь Он Пишет Итак Послушайте Как Пламенно Сказано О самом Единстве Есть у меня И другие Овцы Которые Несего Двора Ведь Он Говорил О первом Дворе Из рода Плати Израиля Но Были Другие Из рода Веры Самого Израиля То есть Не Поплати Но Поверь И Пока Они Были Снаружи В среде Язычников Предназначенные Но Еще Не Собранные Он Знал Тех Кого Предназначил Знал Тот Кто Пришел Искупить Пролитием Своей Крови Он Видел Их Еще Не Видящих Его Узнал Их Еще Не Верующих В Него Он Сказал Есть у меня И другие Овцы Которые Несего Двора Ибо Они Не Из рода Плати Израиля Однако Они Не Будут Вне Этого Двора Ибо И Тех Надлежит Привезти Мне И Будет Одно Стадо И Один Пастырь Блаженный Августин Проповедь 46 Пишет Значит Да Будут Все В Одном Пастыре И Выбирают Один Голос Пастыря Который Слышит Овцы И Пусть Следует За своим Пастырем Не За Тем Или Другим Но За Своим И Все В нем Пусть Выбирают Один Голос И Не И 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 Голос Для Блаженного Августина Это Призыв К единству Между Израилем По Плоти И Израилем По Вере Но В Теперешней Ситуации Мы Можем Более Широко Интерпретировать Эти Слова Христа Овцы Не Сего Двора Это Могут Быть Христиане Которые Верят Святую Троицу В Божество Христа Иисуса Но Они Не Сего Двора Они Не Православные И И Их Надо Привести И Церковь Делает Все Возможное Объясняя Этим Людям В Чем Они Ошиблись Чего Им Не Хватает И Это Очень Важно Когда Будет Одно Стадо И Один Пастырь Далее Христос Говорит Потому Любит Меня Отец Что Я Отдаю Жизнь Мою Чтобы Опять Принять Ее Никто Никто Не Отнимает Ее У Меня Но Я Сам Отдаю Ее Имею Власть Отдать Ее И Власть Имею Опять Принять Ее Сию Заповедь Получил Я От Отца Моего Оказывается Отец Небесный Любит Христа В том числе И за то Что он Отдает Свою жизнь За грехи мира Почему? Едва ли мы найдем Земного Отца Который с любовью Отнесется К решению Ребенка Пожертвует Своей жизнью Не знаю Где На Донбассе Или где-то еще Там Это даже Немыслимо Представить Это связано С тем Что Воля Отца Небесного Ибо Так Возлюбил Бог Мир Что Отдал Сына Своего Единородного Дабы Всякий Верующий В Него Не погиб Но имел бы Жизнь Вечную Действия Христа Здесь на земле Они все целы Зависимы От Отца Он приходит Во имя Отца Он действует От имени Отца Он говорит Отец послал меня Он говорит Слова Которые Поручил ему Говорить Отец Но главное Он являет Образ Отца И характер Отца И мы часто Вспоминаем Как Апостолы Просили Его Покажи нам Отца И будет Довольно На что Он ответил Видевший Меня Видела Отца А ты Просишь Показать Отца Как это Так Христос Действительно В своем Первом Пришествии Он раскрыл Характер Бога Отца Он раскрыл Подлинное Намерение Бога Отца По отношению К роду Человеческому Дьявол Который Клевещет На Бога И представляет Бога Жестоким И мстительным Он не смог Противостоять Проповеди Любви То Что Проповедовал Христос Прежде всего Об Отце И Отец Любит Его Потому что Он Делает То Что угодно Отцу А Отцу Угодно Возлюбить Мир Который Нуждается В Жертве Ибо Так Возлюбил Бог Мир Что Отдал Сына Своего Дабы Всякий Верующий В Него Не погиб Но Имел Жизнь Вечную Никто Не Отнимает Ее У Меня То есть Никто Не может Отнять У Него Жизнь Христос Бог Бог Это Сущий То есть Самодостаточный Но Я Сам Отдаю Ее Имею Власть Отдать Ее И Власть Имею Принять Ее То есть Он Умер По Своей Воле В искуплении Наших Грехов И Воскрес По Своей Воле Для нашего Оправдания Кстати В православном Богословии Велись Споры Кто Воскресил Иисуса Христа Дело В том Что В Новом Завете Есть тексты Где Сказано Что Бог Отец Воскресил Сына Своего И Есть Тексты Где Говорится О действии Духа Святаго Воскрешение Сына Божия Но Есть Действие Описанное Самого Сына Что Сын Сам Восстал Из Гроба И Вот Здесь Сын Говорит Что Он Имеет Власть Опять Принять Ее Поэтому Воскресение Христа Это Дело Всей Троицы Он Воскрес По Воле Отца Действием Святого Духа Силой Ипостасного Божества Собственного Ипостасного Божества Имею Власть Опять Принять Ее Сию Заповедь Получил Я От Отца Моего От этих Слов Опять Произошла Между Иудеями Распря Многие Из них Говорили Он Одержим Бесом И Безумствует Что Слушайте Его Другие Говорили Это Слова Небесноватого Может ли Бес Отверзать Очи Слепым То есть Начинается Распря По Поводу Христа Потому что Такие Слова О том Что Он Может Принять Смерть Отдав Свою Жизнь Может Преодолеть Смерть Вернув Свою Жизнь Он Как бы Поставил Себя На один Уровень С Отцом И Вот Все эти Слова Это Преуготовление К Утверждению Которое Не могло Не шокировать Их Всех Я И Отец Одно Потому что Евреи Понимали Что все Люди Это Существующие От Ключи Кислород Подачу Воды И Жизнь Прекращается И только Один Бог Сущий То есть Самодостаточен Он Жизнодатель Он Источник Жизни Он Творит Мир Из Небытия И И далее Мы читаем Об Очень Важном Событие В земной Жизни Христа Настал же Тогда В Иерусалиме Праздник Обновления И И Была Зима И Ходил Иисус В храме В притворе Соломоновом Тут Иудеи Обступили Его И говорили Ему Долго ли Тебе Держать Нас В недоумении Если Ты Христос Скажи Нам Прямо Что это За праздник Обновления Этот праздник Не был Установлен Моисеевым Законом Он Был Установлен Ветхозаветной Церковью В память Обновления Храма Освящения Храма После того Как произошло Осквернение Храма Храм Оскверняли Несколько Раз Самое Страшное Осквернение Это Когда Гней Помпей Гней Помпей Вошел Во святая Святых Осмотрел Ковчег Завета И Повелел Установить Там Свою Статую Были Подобные События Связанные С Греческим Правлением Но Это Праздник Который Основан Не на Писании А на Предании Ветхозаветной Церкви Однако Мы видим Что Христос На этот Праздник Приходит В Иерусалим Это Прецедент Что Христос Признает Предание Еврейской Синагоги И И Ходил Иисус В храме В притворе Соломоновом Тут Иудеи Обступили Его И говорят Ему Долго ли Тебе Держать Нас В недоумении Если Ты Христос Скажи Нам Прямо Иисус Отвечал Им Я Сказал Вам И Не Верите Дела Которые Творю Я Во имя Отца Моего Они Свидетельствуют О Мне Но Вы Не Верите Ибо Вы Не Из Овец Моих Как Я Сказал Вам Овцы Мои Слушаются Голоса Моего И Я Знаю Их И Они Идут За Мною И Я Даю Им Жиз Вечную И Не Погибнут Вовек И Никто Не Похитит Их Из Руки Моей Отец Мой Который Дал Мне Их Больше Всех Никто Не Может Похитить Их Из Руки Отца Моего Сначала Он Говорит Из Руки Моей Теперь Он Говорит Из Руки Отца Моего И Кульминация Я И Отец Одно Христос Называется Дверью Если Мы Этой Дверью Входим В общение С Богом Отцом То Это Правильное Направление Но Кто Кто Дает Нам Веру Во Христа Как Сына Божия Когда В Кесарии Филипповой Апостол Петр Исповедовал Иисуса Сыном Божьим И Мессии Христос Сказал Не Плоть И Кровь Открыли Тебе Это Но Отец Мой Который На Небесах И Как я Часто Объясняю Если Мы Верим В Иисуса Христа Как Сына Божия И Мессию Это Означает Что Бог Отец Прикоснулся К Нашему Сердцу Это Как Минимум Означает Что Бог Отец Прикоснулся К Нашему Сердцу Потому Что Эта Вера Она Рационально Никак Не может Быть Обоснована Она Выходит За пределы Человеческой Логики И Сама По себе Эта Вера Она Является Чудом И Когда Он Говорит Я И Отец Одно Это Предел Тут Опять Иудеи Схватили Каменья Чтобы Побить Его Иисус Отвечал Им Много Добрых Дел Показал Я Вам От Отца Моего За Которые Из них Хотите Побить Меня Камнями Иудеи Сказали Ему В ответ Не за Доброе Дело Хотим Побить Тебя Камнями Но За Богохульство И за То Что Ты Будучи Человек Делаешь Себя Богом Вот Это Неправильное Представление О Христианстве Которое До сих Пор Существует У Иудеев И у Мусульман Они Считают Что Мы Объявили Человека Иисуса Из Назарета Богом А Иудеи Настаивают Что Сам Иисус Из Назарета Он Объявил Себя Богом Будучи Творением Божьим И Это Совершенно Недопустимо На самом деле Мы Не Можем Сказать Что Человек Христос Иисус Стал Богом Мы Даже Не Можем Сказать Что Сын Божий Второе Лицо Святой Троицы Стало Человеком Произошло Ипостасирование Человеческой Природы Рожденной Вифлееме Еще в очреве Девы Марии Это ипостасирование В Ипостась Бога Сына Но Это ипостасирование Ничего Не Прибавило Божеству Потому Что Божество Оно Абсолютно Совершенно И Ни в чем Не нуждается Но Предоставило Человечеству Христа Иисуса Возможность Настолько Приблизиться К Богу Что он Может Сказать Я и Отец Одно Однажды Он Сказал Отец Мой Больше Меня И Богословы Говорят Когда он Так Говорил Он Говорил Как Человек Но Когда он Говорит Я и Отец Одно Он Говорит Как Бога Человек Человек Не может Так Сказать Иудеи Сказали ему В ответ Не за Доброе Дело Хотим Побить Тебя Камнями Но за Богохульство И за То Что Ты Будучи Человеком Делаешь Себя Богом Нельзя Сделать Себя Богом Бог Сын Предвечно Рождается От Бога Отца То есть Мы Верим В Предвечное Существование Сына Который Предвечно Рождается От Бога Отца А Дух Святой Предвечно Исходит От Бога Отца И Нету Начала У этих Действий И Нету Конца Поэтому Неправда Их Восприятие Слов Спасителя Обличает Их Самих Иисус Отвечал им Не написано ли В законе Вашем Я сказал Вы Боги Если Он Назвал Богами Тех Которым Было Слово Божие И не Может Нарушиться Писание Тому Ли Которого Отец Осветил И послал В мир Вы говорите Богохульствуешь Потому Что Я Сказал Я Сын Божий Если Я Не Творю Дел Отца Моего Не Верьте Мне А Если Творю То Тогда Когда Не Верите Мне Верьте Моим Делам Чтобы Узнать И Поверить Что Отец В Мне И Я В Нем Здесь Христос Затрагивает Очень Важный Вопрос Вопрос О Чудесах И Он Говорит Совершенно Конкретно Когда Не Верите Мне Верьте Моим Делам Вот Для Кого Предназначены Чудеса Для Тех Которые Не Верят В Него Мы Верим Во Христа Не потому Что Он Убедил Нас Каскадом Чудес Неба А потому Что Мы Возлюбили Христа Например В моей Жизни Постижение Христа Как Бога Это Первое Осмысленное Прочтение Нагорной Проповеди Это Было Потрясение Это Абсолютно Божественное Слово Любите Врагов Благословляйте Проклинающих Молитесь За Обижающих Это Не Человеческое Слово Это Слово Бога Который Посылает Свет Солнца На Праведных На Неправедных И Дождит На Праведных На Неправедных Поэтому Чудо Не Является Для Христианина Чем-то Решающим Вообще Чудо Не Для Христиан Любое Чудо Единственное Чудо Которое Мы Признаем Это Чудо Нравственного Перерождения Но Мы Не Отрицаем Чудеса И Мы Знаем Что Они Были Для Тех Людей Которые Не Могли Поверить Во Христа Прежде Всего Возлюбив Его А Мы Поверили Потому Что Возлюбили Его Слово Проникло В Наше Сердце Нашло Ответное Чувство И Мы Стали Христианами Это Закон Веры Сказано Вера От Слышания А Слышание От Слова Божия Тогда Опять Искали Схватить Его Но Он Уклонился От Рук Их И Пошел Опять За Иордан На То Место Где Прежде Крестил Иоанн И Остался Там Многие Пришли К Нему И Говорили Что Иоанн Не сотворил Никакого Чуда Но Все Что Сказал Иоанн О нем Было Истина И Многие Там Уверовали В Него То То есть Во Христа Оказывается Чудеса Они особо И не нужны Иоанн Креститель Не сотворил Ни одного Чуда Но Он Обратил Сердца Очень многих Людей Ко Христу Он Первый Указал На Христа И сказал Вот Огнец Божий Берущий На Себя Грехи Мира Есть Опасность Что Те из нас Которые Гоняются За Чудесами Опять же Как я часто Обращаю На это Внимание Они Добегаются Когда Придет Самый Главный Чудесник То есть Антихрист И он Сотворит Великие Чудеса Антихрист Будет Сводить Огонь С Неба Он Будет Воскрешать Мертвых Он Объединит Разрозненное Человечество И Если Для кого-то Чудо Является Чем-то Решающим То В эти Дни Этот Человек Может Сойти С Истинного Пути Но Почему Христос Возвращается На это Место Именно В этот Момент На место Откуда Началась Его Проповедь Где Было Явление Христа Народу Почему Об этом Мы можем Прочитать У Кирилла Александрийского Который Пишет В своем Комментарии На Евангелии От Иоанна В местность Обиловшую Источниками Переходит Спаситель Оставив Иерусалим Чтобы Этим Как бы В прообразе И загадке Указать На то Что Он Оставит Иудею И перейдет К церкви Из язычников Имеющей Источники Крещения Здесь И придут К нему Многие Перейдя На другой Берег Иордана Что Чтобы Исполнила Всякая Правда Ибо На это Указывает Пребывание Христа На другом Берегу Иордана Таким Образом Перешедший Иордан Посредством Святого Крещения Устремляются К Богу Ибо Он Перешел От Иудейской Синагоги К язычникам И тогда Многие Пришли К нему И уверовали Глаголом Изреченным О нем Святыми Есть Другое Объяснение Это уже Объяснение Святителям Златоуста Почему Христос Возвращается На Иордан Где Прежде Крестил Иоанн И остается Там И Многие Приходят К нему Златоуст Пишет Христос После того Как Возвестит Что-нибудь Великое Высокое Тот час Удаляется Уступая Гневу Иудеев Чтобы Своим Отсутствием Укротить И Утишить Их Страсть Так Поступил Он И в то Время Но Для чего Евангелист Указывает Место Для того Чтобы Ты знал Что он Удалился В то место С намерением Напомнить Иудеям О том Что там Произошло И что Сказано Было Иоанном Равно Как и О его Свидетельстве И действительно Пришедшие Туда Они тот Час Вспомнили Об Иоанне Поэтому И говорят Что Иоанн Не створил Никакого Чуда Иначе Какой повод Был бы Говорить Это Но Так Как место Привело им На память Крестителя То им Пришло на память И его Свидетельство И смотри Какие Неоспоримые Составляют Они Умозаключения Иоанн Говорят Не сотворил Никакого Знамения А этот То есть Христос Творит Следовательно Отсюда Видно Его Превосходство Если же Мы Верили Тому Иоанну Хотя Он не сотворил Никакого Знамения То Гораздо Более Должны Веровать Этому Христу Затем Так как Иоанн Свидетельствовал О Христе То Чтобы Не показалось Что Он Как Не сотворившие Знамения Не достоин Давать Свидетельства Они Присовокупили Хотя Знамения Он Не сотворил Ни одного Однако Во всем Что Иоанн Говорил О Христе Он Был прав И тем Показали Что Не Христос Соделался Достойным Веры Через Иоанна А Иоанн Через Дела Христа Соделался Быть Свидетелем Высшей Божественной Правды И самое Последнее Когда Иоанн Креститель Пропоедовал В пустыне Многие Экзегеты Удивлялись Зачем Он это делал Именно там Не в городе Не в селе Не на распутье Дорог А именно В пустыне И Отвечали Вопрос И отвечали На этот вопрос Так Иоанн Выводил их В пустыню Чтобы Напомнить Времена Когда в течение Сорока лет Бог Беседовал С ними В пустыне Он вернул Их как бы К истокам Веры Таким образом А с другой Стороны Развеял Иллюзию Искусственного Мира Города С его Великолепными Зданиями И обратил Внимание На духовную Пустоту Которая царила В их сердцах Христос Возвращается В пустыню Он воздаёт Должное Иоанну И он Указует На необходимость Нового Формата Обращения К Богу Но это уже Будет Другое Крещение Крещение Христианское После Дня Пятидесятницы И уже После его Вознесения На небо Спаси Господь